Всем привет! Сегодня на обзоре у нас наушники QCY H3. Была у них ещё моделька H2, но что-то там по звуку всё было очень плохо. На XBetil я про них читал. А вот H3 там вроде бы говорили неплохие по звуку наушники. Вот решил, так сказать, посмотреть их. Значит, на коробочку. Коробочка очень компактная. Она очень маленькая. То у нас здесь просто указано время, фактически, поддержка профилей Bluetooth и всё. Больше никаких характеристик нет. То есть, что обещают? 60 часов без шумодала, 35 часов с шумодалом. 10 метров Bluetooth. Не версии Bluetooth, ничего тут не указано, но мы потом увидим. Значит, коробочка очень компактная, потому что наушники там сложены вот так. Отличное решение, которое позволяет сократить размеры коробки, собственно, и не переплачивать за неё. В комплекте у нас сами наушники, инструкция, без неё никуда. Наушники, соответственно, приходят вот обёрнуты в такой пакетик. Два кабеля, 3,5 джек для подключения наушников в проводном режиме, если вам для чего-то это нужно. И зарядка. Зарядка осуществляется через кабель USB Type-C. Ну, внешний вид а-ля Соньки. Затирайте вот эти три буковки, ненужные вам. Идёте по улице, и все думают, что у вас Sony MX4. Сделано добротно, вот само качество пластика, ну, хорошее, очень добротное. Ещё покраска прям матовая, он прям прикольный. Единственное, что, конечно, вот это не очень чёткое переключение. Тут вот фактически вот с такой вот фиксацией доступны два режима. Они держат в таком и держат вот в таком. То есть вот если у вас либо такая голова, либо такая. В остальном, как бы, возможности трансформации совершенно вот одинаковые со всеми другими китайскими наушниками. Могут они делать вот так, чтобы их можно было с головы снять, положить на грудь. И, как бы, вот так. Или ещё можно вот так вот их, если вы храните их, например, в чехле. Всё. Всё стандартное. Что у нас по органам управления? Многофункциональная кнопка, она же кнопка включения, индикатор. Также многофункциональный, который нам отображает информацию о работе наушников. Качелька громкости или не качелька, там две кнопки. Три с половиной миллиметра джек. USB Type-C разъём для зарядки. Вот это, наверное, микрофон. Именно который для разговорный микрофон. И ANC. Здесь либо микрофоны шумоподавления вспомогательные, либо это просто, ну, как бы, такие разгрузочные компенсационные отверстия. Потому что сами микрофоны основные, они вот здесь вот ощущаются. Вот они на своём месте. Это, в принципе, как у всех остальных моделей наушников. Да, и здесь вот сделаны баспорта. Больше, ну, всё бесхитерственно, больше тут ничего нет. Амбушюры такие, достаточно высокий профиль у них, мягкий, с эффектом памяти. Душка просто мягкая, без эффекта памяти. А поролон внутри чашек, он достаточно такой плотный и толстый. То есть, на звук он, как бы, должен влиять. Здесь кожа молодого дермантина. Здесь кожа старого дермантина. Расходится, ну, так же, как и у других моделей наушников, будет расходиться вот этот клеевой шов. Значит, в инструкции у нас так же ничего там по характеристикам нет. Не указано. Это именно инструкции по эксплуатации. Значит, включаются наушники с зажатием вот этой кнопки на 2 секунды. У меня сразу же он подключился к телефону. Давайте проверим, как оно вообще работает. Короткое нажатие, да, это у нас громкость. Длинное нажатие. Перемотка треков вперёд. Ну, назад чё-то не хочет. Ну, да, назад. Ну, работает так себе, короче, решение. По одной секунде держать не очень удобно. Значит, включение 2 секунды держим, а выключение держим 4 секунды на эту же кнопку включенной наушники. Значит, соответственно, принять звонок тоже однократное нажатие. И завершить звонок тоже однократное нажатие. А вот чтобы проигнорировать, как бы звонок не отвечать, да, тут сказано 1,5 секунды. Надо держать. Значит, наушники имеют игровой режим. Включаются они вот 2 раза. Exit Game Mode. То есть это Game Mode, это... Вот они, я так понимаю, они уменьшают задержку по Bluetooth. Вызов голосового ассистента у нас, соответственно, это тройное нажатие на эту кнопку. И здесь еще есть отдельная кнопка переключения режимов ANC. Что у нас по ней? Все-таки засунули они туда китайскую женщину. Это хорошо. Она голосом вам произносит. Никаких там звуков, там этих, этой морзянки нет. Вы всегда понимаете, какой режим у вас включен. Pass Pro режим прозрачности. ANC Off. ANC Off. Значит, это больше, она знает больше фраз. Я вам потом, сейчас потом посмотрим. Подключение. Просто включаете их и держите 2 секунды. Они у вас, соответственно, вот этот вот индикатор будет моргать попеременно красным и белым. Соответственно, в этот момент наушники входят в режим там спряжения, и вы их подключаете. Поддерживает Multipoint на две точки. ProBull работает. Можно, например, слушать музыку на компьютере и в то же время отвечать, например, на звонки. Из интересного, значит, ну и все, больше нет. Больше никаких характеристик, там ни версии Bluetooth. Как бы ни импедансия, ничего такого нет. Поэтому переходим сразу к интересным. Интересное это приложение. У наушников есть приложение. Скачать вы его можете. Либо в инструкции есть QR-код, либо прямо на самой коробке есть QR-код. Значит, выглядит приложение вот так вот. Значит, основное меню, ну и главное, скажем так, меню, это нижнее меню. Это вот устройство, открытие и мое. Устройство – это, собственно, сам интерфейс по работе с устройством. Открытие – это, я так понимаю, вы должны перейти на сайт QCI. И мое – это настройки профиля пользователя. Они настоятельно просят вас зарегистрироваться. Я тут нахожусь, как они мне сказали, в режиме туристов. То есть, что тут можно. Автоматическое всплывание окна – это то, что приложение может работать в фоновом режиме. То есть, это настройки системы. Вот эта вот информация о вашем профиле. Не суть. Справка о приложении и настройке. Ну и настройки тут тоже какие-то системные настройки. Первый вкладка «Статус» в пункте меню «Устройство». Он просто показывает, насколько заряжены у вас наушники. Есть вот такая тут фишечка. Вы можете отсюда, из приложения, запускать или останавливать музыку. И также перелистывать треки. Пойдем дальше. Звук. Это самая интересная нам вкладка. Значит, по умолчанию здесь пресеты эквалайзера. Соответственно, я не нашел, или нет такой возможности, или просто я не нашел посмотреть профиль. То есть, вам только по звуку догадываться, какая настройка есть. И также вы можете создавать свои пресеты. Вот я, например, взял мой. Соответственно, создавать. Можете удалять. Вот я не очень понимаю, как. Можно только там сбросить. И все. То есть, можно сохранить эти изменения. Как вот, например, удалить. Я не нашел. Ну, через эту штуку вы можете также создавать свои. Возможно, я думал, что последний примененный эффект. Вот если мы перейдем в настройку, он нам показывает этот профиль. Но нет. Короче, нет. Ну, стандартная функция. Я использую профиль по умолчанию. Дальше идет у нас режим шумоподавления. Есть такая штука, как адаптивный. Я думал, что это типа, ну, функцию они сперли у Sonic. Ну, раз они как бы не только форма, но и содержание. И вот что происходит. То есть, вот мы нажимаем адаптивный. Адаптивный. Ну, и вот. И она просто выбирает, какой вот этот режим. Шумный. Рабочий. В помещении. Или шум против ветра вам подходит. Ну, вот я сейчас сижу в помещении. У меня очень тихо. Но между тем она выбрала вот этот вот шумный. Да причем поставила его на максимум. Ну, короче, это адаптивный режим. Он включает просто какой-то на его взгляд. Вот он проанализировал окружающую обстановку. И включил наиболее подходящий на его взгляд режим работы шумодава. В принципе, так же, как и у Sonic. Никакого отдельного профиля шумоподавления под данный. Шум он как бы не создает и не включает. Каждый вот этот вот раздел шумный, рабочий. Его еще можно менять интенсивность. Да, то есть, вот треть, там, две трети, три трети. Есть шумный, шумная обстановка. Есть, ну, плохо перематывается. Есть рабочий. Есть режим в помещении. И шум против ветра. На улице, я так понимаю. Что еще можно? Можно менять баланс каналов. Да, и в принципе, все. Вот, в настройке есть такая штучка «Искать наушники». Можете подать сигнал на них. Они, если вы вдруг не знаете, где они. И теперь внимание. Наушники были куплены за 2500 рублей на зоне. Не в Китае. Ждал я их там буквально три дня. И у наушников за 2500 рублей есть возможность загрузки и прошивки по воздуху. Обновление прошивок. Можно также переназначать клавиши. Можно переназначить функциональную клавишу и плюс-минус громкость. Теперь по звуку. Звучат наушники нормально. А за свою цену так просто хорошо. То есть, это вот не разочарование, типа один Moe Sonoflow, который все хвалит, типа аудиофильская модель, бла-бла-бла. Но на самом деле звучат они не как. Эти наушники звучат вполне. Мне вот чисто субъективно. Это мое субъективное восприятие звука. И я просто привык. Вот я основную часть. Мои основные наушники это Soundcore Q30. Они более такие басоитые. Бас у них такой более собранный, более плотный. Здесь, возможно, это можно пресетами эквалайзера поиграться, добиться такого же звука. Но по умолчанию они звучат менее, скажем так, басовито. Ничего такого сверхъестественного там нет. Звучат просто хорошо. Это универсальные наушники. В них можно и музыку послушать, чуть посмотреть, какие-то подкасты. Пожалуйста. В общем, наушники. Звук у них выше цены точно. Скажем так, у этих наушников звук нормальный и нет косяков. Никаких. Они там не сверлят мозг, они не бубнят, ничего. Звук сбалансированный, хороший. Особенности звука, да, вот эти тонкие там нюансы какие-то. Посмотрим уже на графике АЧХ. Кто еще не сказал? Вот эти чашки, они не сенсорные. То есть, по фру, вот так вот. Не включается никакой перемотки трека, ничего нет. Это никак не мешает наушникам быть как бы хорошими. Давайте посмотрим то, что я намерил, графики АЧХ и режим работы Шумодава. Итак, графики АЧХ. Красный это у нас левый канал, а NC он. То есть, Шумодав включен. Подключаем правый канал, все в том же режиме. Видим достаточно хорошую повторяемость графиков. Есть как бы небольшие различия на верхах, но как мы видим на басовом и мидбасовом диапазоне практически эталонная повторяемость. То есть, здесь все как бы очень хорошо. Давайте выключим правый канал и включим левый канал, оранжевый график, только без шумоподавления. Видите, у нас ушел вот этот горбик, здесь все выровнялось. Это особенность работы Шумодава. То есть, дальше мы там посмотрим. У саундкора у него пик. Вот Шумодав дает пик на 500 кГц, ну а вот в QCI это дает такой провальчик на 1 кГц, грубо говоря. Кроме этого, у нас на басовом диапазоне при выключенном режиме Шумодава более высокие показатели прямо в нижнем басе. То есть, здесь наушники должны звучать, вот этот самый саббас, этот нижний бас должен звучать более отчетливый. Ну и в принципе вот здесь вот, в области мидбаса, здесь практически 96,1, 91, практически 5, где-то наверное все 6 дБ. То есть, это должно давать такую заметную разницу. Зеленый график, подключаем левый канал, это у нас Game Mode. И мы видим, что, давайте выключим ANC. Мы видим просто один в один график, потому что, ну я наушники со стенда не снимал, тут никакой погрешности. При переодевании наушников на стенде нету. То есть, здесь практически эталон и повторяемость. То есть, Game Mode, он влияет сугубо, никак он АЧХ не портит, не меняет, он влияет сугубо на задержку звука. Давайте теперь посмотрим в проводном режиме ANC. Наушники в проводном режиме работают только без Шумодава. То есть, Шумодав возможен только при подключении по Bluetooth. Если вы по кабелям их подключаете, вы этот ANC, он никак включить не можете. На какой-то версии прошивки от танкеров это было возможно. В Q30 модели, вот в частности. Включаем кабель и мы видим, что характер звука меняется. И меняется вот здесь уже достаточно существенно. Видим, что у нас практически такой же, даже чуть-чуть повыше. 105-103, ну где-то на 2 дБ. Вот здесь вот в пике еще идет увеличение нижнего баса. И вот здесь вот мид-басовый диапазон. Здесь вот здесь более U-образный идет АЧХ. Вот провал начинается уже, ну спад скажем так, не провал, а спад где-то со 100 Гц. Здесь же у нас идет более пологая график в режиме кабеля. Не критично, но достаточно ощутимо для слуха должно быть. То у нас левый канал в режиме кабеля, бирюзовый, как его называют, тоже достаточно хорошая повторяемость. Хотя вот здесь вот есть небольшой разбег между правым и левым каналом. Так, теперь я все лишнее отключу и подключу измерение QCI-H3 на телефоне. То есть, да, не сказал, это все было измерено с аудиоинтерфейсом ему 0204. Сейчас посмотрим, как у нас меняется АЧХ, если вы эти наушники подключаете к телефону. Ну и будем сравнивать соответственно, соответствующий попарно вот эти вот режимы. То есть, красный график Bluetooth ANC ON. И сейчас мы найдем ему пару из телефона. Вот он, оранжевый график Bluetooth ANC ON. То есть, вот как вы можете видеть... А, да, я не поставил сглаживание. Давайте я его поставлю. Вот, как вы можете видеть, на телефоне как бы все хорошо. Но уже начиная с 14, с 13,5, да, с 14 кГц у нас идет завал высоких. На этих наушниках разница по высоким она все-таки есть. Теперь смотрим ANC OFF. Это, соответственно, у нас компьютер. Ну, емушка 0204. И соответствующий ему ANC OFF, тоже левый канал на телефоне. Тоже ставлю сглаживание. В принципе, картина повторяется. То есть, с 15 кГц у нас идет завал, провал высоких. И в проводном режиме вот этот график коричневый. Это ANC OFF. Соответственно, кабель ему 0204. И парный ему тоже левый канал, фон кабель. То есть, с телефона. Ну и по кабелю, в принципе, видим, что как бы разница тут минимальная. Вот за исключением вот этого провала. Но это может быть некая погрешность измерения. Давайте еще посмотрим тогда правый канал кабель ANC OFF в фон кабель. А здесь видите наоборот. То есть, ну и достаточно хорошая повторяемость обеих, обоих каналов. Ну и ради интереса давайте сравним их с Q30. Включаем QCI H3 ANC ON Bluetooth. И включаем Q30. Левый тоже канал Bluetooth noise cancelling. И видим, что графики, ну так, ощутимо. Разница есть. Причем, вот я говорил, что Q30 субъективно кажется мне более басовитыми. Но на самом деле, как мы видим, это субъективное восприятие. Оно, в принципе, ничего общего с измерениями. Графики измерений показывают, что QCI H3 они более басовитые. В всем практически диапазоне. И вот это та вещь, о которой я говорил. Вот эта вот сшивка, да, этот бугорок на 500 Гц. Это именно особенность работы шумодава в Q30. А у QCI H3 это вот такой провал на 1,1 кГц. С отключенным шумодавом. Вот этот оранжевый график QCI H3. Шумодав выключен. Bluetooth. И левый канал синей графики Q30. Bluetooth шумодав выключен. Здесь чуть получше становится картина. Вот на басовом диапазоне до 20 Гц, до 60. Практически. Ну, одинаковые значения. Но H3 они все равно, ну, они как бы более басовитые наушники. То есть басов в них больше. И давайте посмотрим по кабелю. QCI H3 по кабелю коричневый график. Левый канал. И Q30 cable normal. Это фиолетовый график. Здесь по кабелю видим, что от 20 до практически 70 Гц по басу Q30 дают более высокий показатель. То есть они более басовитые. И также у них, начиная с где-то 100 Гц, у них идет более такой, более выраженный спад. В область вот этой ямки у них где-то 700-800 Гц. Потом некая плата от 1 кГц до 2,5 кГц. И что самое интересное, да, в области высоких, начиная с 7 кГц вплоть до 20 кГц, Q30 имеют подъем. В QCI H3 они, наоборот, здесь как бы имеют спад. То есть, ну, субъективно, я думаю, что это будет выражаться в более U-образном звучании. Да, когда у нас область мид-баса провалена, а высокие, наоборот, подняты. Да, то есть это будет более такая U-образная ЧХ. То есть басы будут казаться в саундкорах более ярко выраженными. И с учетом поднятия вот этого диапазона, они будут, ну, как бы субъективно восприниматься, как более такие метальные, где вот все эти вот колокольчики, бубенчики, которые дают вот этот звон, да, этот вот, какая-то искристость, вот эти вот все эпитеты и метафоры, они будут, ну, такие, более, скажем так, интересно звучать. Итак, теперь давайте посмотрим, как работает шумодав, собственно, на QCI-H3. Я подавал розовый шум, да, и смотрел, как наушники с включенным шумодавом его, собственно, гасят. То есть, еще раз, ниже, лучше. То есть, чем ниже вот этот показатель, вот этот график, да, по оси, Y по оси ординат, тем лучше шумодав, скажем так, работает, тем он больше давит внешний шум. Ну, сам по себе график нам, конечно, ни о чем не скажет, поэтому давайте его сравним с другими, с тремя другими китайскими моделями. Подключаю первый синий график, это 1MO. Ну, и мы видим, что, в принципе, в среднем, да, до 200, где-то 200 Гц, QCI-H3 просто лучше давит шум на этом диапазоне. С 200 до, где-то, наверное, 430 Гц, тут 50-50, да, тут непонятна картина. И уже, начиная с 435 Гц до, ну, 2,6-2,7 кГц, здесь уже лучше отрабатывает 1MO. То есть, вывод такой, в басовом и мид-басовом диапазоне все-таки лучше QCI-H3 давит, а в, скажем так, уже в среднем диапазоне лучше справляется 1MO. При сравнении я выбираю там самый, ну, самый максимальный режим шумодава. Как правило, это режим шумный вот у QCI-H3, да, не в помещении, не на улице, потому что на улице там в основном с ветром они борются, а вот именно шумный как раз это самый мощный режим. И, к правилу, я его как раз выбираю для сравнения шумодавов на всех наушниках. К правилу, он на всех моделях как раз и присутствует. Подключаем Halo S35, отключаем 1MO, иначе все будет непонятно. Опять же, на мой взгляд, вот местами лучше отрабатывает QCI-H3 в басовом и мид-басовом диапазоне, но начиная где-то вот с 400 Гц, здесь лучше отрабатывает Halo S35. Ну и последний это Baseus H1 Pro, и здесь картина, скажем так, уже обратная. В серединке, да, и в верхнечастотном диапазоне, на мой взгляд, все-таки, несмотря на вот эти вот пипички, в целом лучше отрабатывает QCI-H3. В области 100 Гц, 200 Гц, да, он ощутимо лучше отрабатывает. Но, например, в области баса есть места, где у H3 есть такие пички. H1 Pro он отрабатывает лучше. Ну вот еще раз включу, чтобы вы посмотрели все четыре. На этом у меня все. Вот такие результаты измерения АЧХ и работы шумодава. Ну, если что-то, какие-то вопросы будут или замечания, комментарии, пишите, собственно, в комментариях.